Электронные повестки в военкомат, единый реестр военнообязанных, ограничения на право управления автомобилем и запрет на выезд из страны для тех, кто уклоняется от призыва в российскую армию. Эти и другие поправки к федеральному закону о воинской обязанности и военной службе приняла накануне Госдума. Ожидается, что новый пакет вступит в силу с предстоящего осеннего призыва. Суть законотворческих новаций на брифинге для воронежских журналистов разъяснил военно-комиссар области Сергей Панков. По его словам, бумажную повестку призывникам на руки вручить зачастую не получается по той простой причине, что те либо не открывают дверь, либо вовсе не живут по месту регистрации. Теперь же военнообязанные смогут получить электронные повестки как на портале госуслуг, так и в многофункциональных центрах. Такой виртуальный документ будет считаться врученным с момента его размещения в личном кабинете призывника. Еще один способ доставки – заказное письмо по адресу проживания либо работодателю. Если же повестку не получится доставить и таким способом, то ее опубликуют в специально создаваемом реестре военнообязанных. После этого призывник будет обязан прийти в военкомат. Если же и тогда будущий воин не явится на комиссию, ему грозит более строгое наказание. То ему придет цифровое уведомление военного комиссариата с цифровой подписью об ограничительных мерах для уклонистов, которые будут в себя включать запрет на выезд за пределы Российской Федерации. Если призывник в течение 20 дней после получения уведомления военного комиссара не придет в военный комиссариат, будут введены другие санкции. Это будет запрет водить автомобиль и его регистрацию, оформлять кредиты, займы, а также регистрировать индивидуальное предпринимательство и недвижимость. Облвоенком Сергей Панков также подвел итоги осенней призывной кампании 2022 года. По его словам, Воронежская область полностью выполнила поставленные задачи. В войска отправились 8,5 сотен парней. Все они прошли соответствующую медицинскую комиссию и получили необходимый комплект снаряжения для несения службы. Нынешний весенний призыв стартовал 1 апреля и продлится он до 15 июля, напомнил Сергей Панков. Армейские ряды от нашего региона должны пополнить менее 3000 воронежцев, что сопоставимо с прошлогодними весенними цифрами. Военный комиссар отметил, что начавшаяся призывная кампания уже третья по счету, которая проходит в условиях специальной военной операции. Однако по-прежнему никого из срочников в зону боевых действий отправлять не будут. Равно как и привлекать к выполнению других задач за пределами России, подчеркнул Сергей Панков.